Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 тайга ты у меня зачем в очаге свистнул вчера вечером выпускал тайгу на прогулку в очаге оставил на скамейке она их себе в вольер утащила сон играет с ними я зачем в очаге у меня свистнул их на скамейке оставил точно помню на скамейке оставлял куда делись еще прошелся проверил по местам где я бывает оставляю нету нигде устретая уже играет этого не кстати не в первый раз такое обе вачи и утащила к себе часто достала трига новые вачи и зачем утащил это лапы мерзнут у тебя что ли ух 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сеном в этот раз мы затарились основательно Взяли сразу же 8 больших рулонов И каждый рулон нам обошелся в 2500 Соответственно за все это сено мы отдали 20000 И плюс 2000 за доставку На сегодняшний день 2500 за большой рулон Это очень хорошая цена Потому что в этом году был не урожай сена Да и вообще сено хорошее Очень сложно сейчас найти Ну вот здесь хорошее сено мы взяли Мы сейчас кормим Маленьких быков, коз Ну и поросятам немного там перепадает Сено, то что вот мы сверху снимаем Им тоже закидываем Сейчас этого сена нам хватит надолго Относительно надолго Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше взяли два вида вот таких вот уголков... Одни пошире, другие поуже... Эти у нас уголки пойдут на нижний венец... Эти у нас пойдут на остальные венцы... Этих вот взяли мы 10 штук... Этих 30 штук... Также под них взяли шурупы, глухари... Одни покороче и потолще, другие потоньше, но подлиннее... Эти у нас пойдут на нижний венец, эти на все остальные... Тут вот целый пакет... И также еще мы взяли джут... Здесь 5 рулонов по 20 метров каждый, то есть 100 метров общей сложности... И шириной он 20 сантиметров... Брус у нас, получается, там я еще с него снимал... Сострагивал 17,5 сантиметров... И все это у нас вышло... Если округлить, то на 7 тысяч... Там 6... 6800, 6900... Что-то вот такое вот у нас получилось... За все мы это отдали... И джут, скорее всего, нам придется докупать... То есть где-то у нас может уйдет... 110 метров... Но там уже потом походу разберемся... Потому что там еще будем делать дверь... Там, возможно, где-то сэкономится... И, соответственно, этого джута, возможно, даже хватит... Официант, примерно чем за неделю... До места тебе. Официант Буркин Понимаете... Официант, конечно... Простите Официант Буркин Motors Π Ming de Новая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Думаю ДимаTorzok 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 ДианаTorzok ДимаTorzok Сейчас стоягу выпустим, они с пургой тебя опять будут рвать. Прыгай! Лис! Ты лис! Зимой он прям сильно очень рыжает, на лисичку похож. На беркут. Прыгай! Прыгай! Прыгай сюда! Бегать надо, парня! Не успели мы с Катей доехать до леса, у нас пошел сильный снегопад. Видимость он даже упала, там все как в тумане. Собаки у нас уже забежали в лес, мы пока еще на речке стоим. Огромные хлопья идут. Погода нам сначала не давала поработать, был морозец, сейчас стало ощутимо тепло, где-то наверное градусов 5-6, и вот снег пошел. Он, кстати, такой сырой, этот снег идет. Я так скажу, это не лучшая погода для прогулки на лыжах, потому что лыжню заметает, и мы вот сейчас ехали по реке, и я чувствую, у меня как к лыжам начал прилипать снег. У меня тоже сразу же вот здесь забивается. Погода, она вот прям на глазах поменялась буквально за полчаса. Мы пока собрались, поехали. Снежинки вообще стали большие, посмотри, целые комочки летят. Сейчас лес красивый будет. Меховые шапки снега будут лежать. Катя уже похожа на снеговика. Уже снегом заметает, я тоже уже весь снегу стою. Так, ну не будем поездку переносить, все равно сейчас прокатимся немножко на поляны хоть съездим. Погода, в принципе, хорошая. У природы нет плохой погоды. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Поднялись на поляны, едем по Бурановской наторке. Снег немножко стих. Собаки вон у нас там впереди бегают. Зверек небольшой ходил. Мы в общем с Катей решили съездить до Солонца, на который прошлые годы ездили. Я думаю как раз успеем по времени до туда доехать и потом обратно вернуться. Вот если в целое свернуть... Снега много в этом году. Даже вот лыжи широкие, длинные проваливаются. Хотя снег уже подтаял, немножко подсел. Но все равно его много. Так, возвращаемся обратно на лужню. Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху, снизу, снизу Сверху, снизу Сверху, снизу Доехали мы до той крайней поляны Где находится Солонец Он вот здесь вот в углу Сейчас уже как раз к нему подъезжаем Снег кончился И уже опускаются сумерки Но темнеет Уже ощутимо позже Это очень радует День сейчас растянулся Ну смотри, тут натоптано Снегом припорошило Конечно, у нас уже сюда и собаки Прибегали Вот он Солонец Тут вот собаки сбегали Тут уже кто-то мордой залазил Беркут наверное все проверил Ну что ли здесь нет И тут видите, какая поляна вытоптана Зверь сюда заходил Ну вот там сейчас проезжали Там вот лёжки старые Видно, что их уже снегом давно замело Но видно, что там такая это Такой кратер В общем кто-то спал там в снегу Так что сейчас поедем Вот так вот кружочек дадим И посмотрим Лежанки Беркут, иди сюда Беркут Собаки у нас по лесу разбрелись Все, это вся осень Как и старник Весь обглоданный Свежая Беркут, беркут Курга Что беркут, кто сюда приходил Ну он точно беркут залазил Ну давай, ну каи ухай, давай Оп, оп, носом Сейчас сделаем небольшой привал Возле солонца Попьем горячий кофе И поедем уже домой Возле солонца Попьем горячий кофе Темнеет уже на глазах Так вот сейчас как раз подъехали К лежанкам Там вот следы идут И вот здесь вот лежанка Вот тут вот следы Кустарник поломанный В общем Это поляна Излюбленное место лосей Вот еще одна лежанка Вот это первая Которую мы показывали Ее сейчас проехали И вот эта вторая Хорошая сегодня получилась прогулка По времени По времени только немного не рассчитали Уехали далеко А стемнело рано Собаки сегодня вообще хорошо набегались Они и по лыжне бегали Бегали по лесу То есть ходили с лыжни Пурга вообще Бежит у нее язык на бок Ну зацветло нам уже до дому Точно будет не добраться Потому что мы вот только От солонца отъехали Ехать еще прилично Хорошо фонарики есть Так что потихонечку доедем Субтитры сделал DimaTorzok На горизонте деревня уже показалась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идите ешьте Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это они будут как каше С них мы снимаем кожуру А все остальные фрукты у нас в принципе будут в кожуре Ну еще с бананом будем снимать Я сейчас все почищу и тоже буду потом нарезать Катя сразу берется за нарезку зимой всегда хочется чего-то вот такого мандарины апельсины нам еще не хватает ананаса здесь яблок потом из сухофруктов получается вкусный компот можно сварить в этом году если будет хороший урожай яблок то тоже на сушим яблок мы и так компоты закатываем с яблоками сухофрукты будут я готовы планирую посушить если урожай будет хотя бы немножко для чая иван-чая набрать ферментировать его и потом там например ту же землянику туда добавить облепиху или еще что-нибудь такое получится домашний ягодный чай без всяких ароматизаторов и без всего том зимой его заваривать цветы мы собираем эту цвет цвет липовый цвета на языке вертится вспомнить не могу иван-чай собираем массу час кстати как раз есть смесь липовый цвет и иван-чай и цветочки и для вкуса для аромата также в заварочный чайник забрасываешь получается вкусно не такой вкусный медовый вкус идет костюм тоже несколько штучек некоторые острые киви вообще попадаются прям такие твердые и и ну шин и 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 КОНЕЦ Попробуй КОНЕЦ 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 Добро пожаловать в Казахстан! У нас остается всего три сетки, три поддона под фрукты. Это вместе с теми, которые лежат на столе. Так, я думаю, Катя, сейчас эту последнюю апельсинку дорезаем и все. У нас еще одна апельсинка остается, мы ее съедим так. Одна сетка у нас будет под бананы и одна сетка под яблоки. Все, что останется, там уже так съедим. Без сушилки. Так, все сразу же сейчас почистим. Где-то, наверное, штучки три уйдет. Мы первый раз, когда сушили, я даже не помню, сколько там бананов входит на сетку. Сейчас три штучки почищу, потом посмотрим. Апельсины мне вообще нравятся. Они получаются такие вкусные. И апельсины тоже вот можно в чай добавлять. Цитрусовые получается. Все, это так можно съесть. У нас апельсин-то там получается. Вот еще один стоит, два будет. Вот груш мы много нарезали. Груш много, потому что они были в первую очередь. Там меры не знаешь и сразу же раз, чик-чик-чик-чик, все, что есть, порезали. Хотя часть мы съедали. То есть кусочки, которые там получились, слишком толстые, но напополам их уже не разрежешь, мы их съедали. Потому что, когда вот на сушку делаешь фрукты, то их надо делать желательно одной толщины, чтобы они хорошо просыхали равномерно. Так, что, давай сейчас апельсины. Это поставишь, а мне вот эту сеточку. Яблоки я ее тогда себе возьму. Ты хочешь под яблоки. Вот и ее подпомнили. Яблоки, яблоки большие. Наверное, на одну яблоко пойдет. Они сразу занимают площадь. Большую. Но то, что мы сейчас насушим, этого нам хватит надолго. Помидоры, кстати, у меня вообще в осенье мы делали. Они такие кисленькие получились. Вообще красота. В этом году, если будет урожай помидор, тоже их будем сушить. Нам очень понравилось. Их можно даже куда-нибудь добавлять там. Да и мы их так быстро съели. Так жуешь их, вкусно получается. Ходишь что-то, хочешь пожелать, раз съел. Такая вкусная тема. Я тут немного симпровизировал. Бананы нарезал по-разному. Получились вот такие длинные полоски. Так площадь заполнять гораздо быстрее и нарезать. Так, 65 градусов. Катя приготовила просто наивкуснейшую пиццу. Она, конечно, уже не спыла с жару. Утром, вот да, было две пиццы. Одну мы съели. И вот одна дождалась вечера. У нас, кстати, опять разошелся снег. Все заметает. Мы когда домой на лыжах возвращались, снега не было. Потом он снова потихоньку-потихоньку разошелся. Сейчас, ближе к весне, будет постоянно такая картина. Вроде погода установится, плюсовая температура. Даже может весь снег полностью растаять, сойти и потом снова навалить сугробы. Это вот вечное противостояние зимы с весной. Когда они борются, вроде приходит тепло. Потом зима снова нападает. Снег валит. Могут даже и морозы ударить в марте. Да. Всякое бывает. Так что вот такая картина сейчас будет постоянно. Это сырой снег, вроде тепло, вроде холодно. Какое-то время потом все растает и наконец-то придет лето. У нас фрукты уже нагрелись. И на весь дом стоит аромат апельсинов. Ничего так не пахнет. Ни груши, ни киви, ни яблоки, ни банан. Вот именно апельсинами пахнет. Такой прям запах. Такие вкусные будут, хрустящие. Их можно поломать, порезать на маленькие кусочки и добавлять. Вот в простой черный чай очень вкусно получается. Он такой с цитрусовыми и без всяких ароматизаторов, без всего. То есть ты уже знаешь, что здесь простой черный чай. И плюс, например, апельсины сделаны. Грушу вот не знаю, если добавить, попробовать как будет. Но тоже, я думаю, разные грушевые чаи тоже есть. Ну добавляют. Но ее лучше просто кушать. Ну да, вкуснее. Либо компот из нее какой-нибудь сварить. А вот апельсины, они хорошо для чая подходят. Либо, вот у нас еще остался зеленый иван-чай. То есть можно к нему добавить. Либо к черному. И так приходится, чтобы весна пришла тепло, трава зеленая, уже все цветет. Зима, она уже вот декабрь прошел. Все, в январе уже зиму не надо. Праздники там закончились. Февраль, он самый тяжелый зимний месяц, самый долгий зимний месяц. Хотя он сам по себе короткий. Вот. Но, тем не менее, он тянется долго. Скоро опять начнутся посадки. Нужно будет соединить помидоры, перцы. И все остальное уже друг за другом. Катя еще начала в ноябре, по-моему, первые посылки уже заказывать. Продолжение следует...